Друзья, привет! В этот морозный денёк я иду на выставку Hello Teddy. Скоро всё начнётся, так что приду вам покажу. 14 часов экскурсии Мишкиной истории. Приходите! Задвигался. И вот основной из цифровых мишек для этих цветущейся лапки, ручки, ножки и голова на 360 градусов. То есть именно так, именно так. Вот здесь на этом месте представлены небольшие мишеники, маленькие мишеники, удерживаются какие-то лучшие детства. Вот сегодняшний день на выставке. Самым большим персонажем, который здесь встречает у входа. А маленький мишеник сейчас подойдёт. Это что у нас такое? Это миниатюра. У неё лапки даже двигаются и головка поворачивается. Такой маленький. Сколько он? Сантиметр, наверное, да? Здравствуйте! Смотрите, пожалуйста, у нас вопрос. Вот этот, который сидит. Это маленький. А вот который на коробочке. Вот, да, он тоже вязаный и он 0,7 сантиметра. Мама дорогая! Да, у него тоже голова и... Давай пальчик, что ли, рядом поставим, чтобы было. А давайте открою вам. Да мой толстый пальчик туда. У него ещё и вязаный свитер. Вот этот мишка, он где-то, если камера поймает, он где-то, наверное, около, не знаю, 7 миллиметров. И он вязан. Видите, это огромная ладонь, хотя девушка на самом деле очень миниатюрная. Это просто мишка совсем крохотулечка. Смотрите, какие красивые летучие мыши. Мишечка. Это всё очень-очень маленького размера. Это школа миниатюрной игрушки Наташи Косовой. Вот такие красивые зверюшечки маленькие. Снеговички и разные мишки. А тут горит свет, и зайка сидит. Красотища какая. Вот какой зайка маленький. И лапки, как всегда, подвижные. Да, всё-всё двигает. Настоящий мишка Тедди. Зайка Тедди. Класс. А в путешествии, как приличный мужчине... Это который? Вот это. Ага. Надо, как сказать, неприличные лапы сосать. У него в чемодане леденцы. Молодец. Это символ года, зайка Сёмочка. Точно голодными не останется. Башмаки у него сделаны из кожи лосося. Здесь тоже кожа лосося. Ничего себе. Это, говорите, играла в мячик, потеряла носочек. Зайка, символ года. Вот это мистер Черничка. У нас сделаны из советского плюша. Ух ты. Это зефирка. Это шульдовский махер. Это Афанасий. Афанасий? Да. Это Егорка, ёжик. Он фонарщик. Он зажигает свет в городе, несет тепло. Это Тихони. Башмачки у нее из кожи жабы. На голове у них сразу... Помедленней. Снимается. Здесь камни Сваровская на голове у нее. Модная какая девушка. Это морячок. Маленький морячок. У него кораблик. Вот, с фабьемашестия. Он тоже шульдовский махер. Это врач-кардиолог. Ух ты. Очень полезный врач. Башмачки у него кожаные. Вот, сночок. У него, как он, кардиолог сердечко такое. Теловой. Цепь золотая. Видим, бредень, как пацан? Угу. Здесь, значит, лёвушка. Башмаки из кожи лососей. Свинячья кожа. Вот. Это курточки. А джинсы какие. Да, да. Весь намороченный. И, значит, это шульдовский немецкий махер. Немецкие глазки. Глазки прям в душу смотрят. Да, да. Вот такие. Вот. И вы у нас называетесь? Волшебный мир. Тедди. Ага. Спасибо вам большое. Спасибо. Алена Жиренкина. Вот такие у нас тут зайчики. Не вижу мухоморов. А вот они, мухоморы. Тут целое царство мухоморов. У меня даже скелетики. И вот там ещё мухоморы. Как стоило. Запекнули. Это ваши такие медвежки? Мои. Расскажете что-нибудь про них? Про медведей? Ну, про кого-нибудь. Как вы называетесь? Малышки-малышки. Это ангелочки. Вас зовут Вера Шустова, да? Да, я из Волграда приехала. Я приезжаю, уже много людей. В Волжск. Сошла. Очень красивые. И мишки, и зайлы шесть. Я люблю. Такой вот поезд. А это совсем милый. Что-то для ребят, которые пришли с мамой и говорят, ну, и ты ничего не будешь. Вот и для них. А берут взрослые. Себе. На талисманчик. Почем такие мишки? 500 любые. Красивые. А вот такие новые совята. Можно я вас покажу телефончик? Вдруг кто-то захочет позвонить. Вот совята. Вот новые придумала. Видите, вон они. Большие, маленькие. Такие совята. Я вот выгодку прям придумала перед этим. И вот такие вот получились. Вера Шустова. Ее игрушка. Здравствуйте. Здравствуйте. У этих малышей особенное строение мордочки. Что в нем такого особенного? Мордочки пришиты у всех отдельно. То есть отдельно сшита голова. Не как мы привыкли. Клин, да, там вот это все. А голова сшита отдельно и мордочки отдельно. И получается, что вообще ни в чем можно себя не ограничивать. Мордочка квадратная, мордочка длинная. Глазки, как я люблю, в разные стороны. Мне муж говорит, по-моему, так аккуратно. Глаза не одинаковые. Да ты что? Надо срочно их пробить. Это так задумано. Самые правильные глаза. Я говорю, тут история. Оторвались глазки, да? И кто-то пришил, может быть, ребенок нашел где-то, да? Какие-то пуговицы. И пришел как смог. Вот и история получила. Это вот вас так зовут, да? А графена? Ничего себе. А это вот такая вот одежда от Марины. Ну, мне скажите, что у меня эти кафе есть. Кусикусенькие такие костюмчики. Я менять урис, потом разберусь за мерку. Мне просто расскажите конкретно, где я вам решила, что вы нарисуете, где-то ли? Очень красивые. Носочки. Нет, нет, нет. Сейчас мы сейчас, думаю, там же, что-то заедут. Одежда всякая разная. Малипусенькие куколки. Да, там тоже всего. И шапочки. Смотрите, какая красота. Это сама Марина, да? Это вы все делаете? Очень красивые работы. Спасибо. Приходите на выставку. Тишинская площадь, дом 1. Так вот, QR-код, кто хочет. Удачи вам. Всего хорошего. Какие зайки красивые. Очень шикарные. Вот у нас чудо-зверюшки. И зайки, и котики, и даже елочки, грибочки. А тут у нас спальня. И кто-то готовится ко сну. Такие вот мягкие подушечки красивые. Пистолик. Всякие угощения тут есть. Смотрите, какой шкаф красивый. С рукописями. А это вот такие вот брошечки. Приходите на выставку. Клоу-Тедди. Перед вами проект «Окна». Бутолина любовь. Смотрите. Заглядываем в окошко. А там наше советское детство. У кого оно было? Есть ковры. Люстры. Грильяш. И в окошко смотрит грустный котенька. А тут кто-то зовет погулять друзей. Его не выпускает мама. Он так хочет, а друзья уже гуляют. А он только вон варежки нацепил и выглядывает в окошко. А тут Манюнечка сидит, скучает у окошка. Наверное, ее в мандаринке насыпали, чтобы лечилась, выздоравливала. И малыш в колясочке спит. Он такой маленький. Это автор Бутолина любовь. И какой шкафчик красивый. И уже готовится к Новому году Мишка. Вон у нее там снегурочка стоит. И по телевизору наши старые советские фильмы. А тут у нас швейная мастерская. Манекен, машинка, выкройки висят. И тоже подготовка к Новому году идет с полным ходом. Костюм снежинки висит в бобу. А вот и костюм снежинки. Вышит дождиком. А это, наверное, виновница торжества, которая будет в этом костюме. Даже окошко у нее запотело, если вы видите. Дышала, дышала. И запотело окошко, пока смотрела. Какие у вас шикарные мишки. И даже слоники. Подарки для романтиков. Тут у нас ватные игрушки. И романтичные барышни. И романтичные барышни. Вы, наверное, авторы, да? Да. Расскажите немножечко. Елочка украшена, я так понимаю, все это ватные игрушки. Это прям наше советское детство. Но такой красоты раньше у нас не было. Вот уже немножко современный мотив. Это такой товарищ с хвостом. Мим парижский. А то, что на стенке пустое, это... Смотрите, снежинки прям с личиком. А это вот портонаж называется. Викторианские игрушки такие были. Желудные. Правильно, Виктория. Да, мы сами делали. У каждого свое выражение. Конечно, сожручные расписаны. А это, смотрите, какой художник. Какой музыкант. Каждая игрушка в свой неповторимый образ. И невозможно сделать две одинаковых. Работы все равно они будут разные. Если вы сильно захочете, они все равно, вроде бы, с эти, да, одинаковые, но они все равно разные. Вот этот и вот этот. Вот этот. Смотрите, какая елочка забавная. А, еще валенки с коньками. О, она еще и утеплилась, чтобы покататься. И голубые глазки какие замечательные. Девочка-снебурочка. А эта девочка-манюнечка, ее мама укутала гулять, отправляет. И братьев старшего птичку держит. Покормил, наверное? Прикормил красноаруку зиму. Да. Смотрите, какой тропический жираф. Не боится нашей холодной погоды. Прибежал в гости. А тут у нас Дед Мороз. И это техника картонаж. Если я правильно запомнила. Это векторианская игрушка на основе картонажа. Такие прям на пряники похожие сердечки. И символ будущего 2023 года котики. Вот такие подружки-дамы. Овечки. Лошадки красивые. Так что приходите на выставку. Тишинская площадь, дом 1. Вот так вот. Подарки для романтиков. Это красный сектор у нас. Первый день. Во второй день мне нужно было уже. И уже не одновременно осталось. Помню. Как они моментально. Маленькая страна. У меня, кстати, очень недорого. Да и не все. Сегодня, завтра. Просто хочется уже... Вот такие красивые. Могу коллекцию держать. Так, а это что в глазу? Клинт. Только модернизированный. Он вместо девушки под свою котика держит. О как. Так. А тут у нас в глазу что? Большая волна в Каганаве. Вот. Это большая волна, оказывается. Ну, очень красиво. Вот такие вот красивые куколки Блайз. Моя голая сидит дома. Ой, знаете, она не поднимает диск. Так, и это у нас вот такой вот мастер. Вот еще один стенд. Тут у нас миниатюрные, смотрите, какие красивые. Машинка, телефон, разные предметы мебели, цветочки, всякие украшения. Множество материалов для творчества. Можно вот таких вот нишек тоже сшить. И кукольная одежда. И сами мишки. А тут у нас аксессуары для кукол. Шапочки. Варежки. Смотрите, какие очки замечательные. И валенки малюсенькие. Вот такие вот шапочки тоже соломенные на лето. И с единорожками. И различные материалы для того, чтобы вы могли изготовить свои какие-то игрушки. И большой выбор тресов. А также всякие, смотрите, и обувь, и одежда для кукол. Различные сумочки, аксессуары и обувь. Это у нас желтый сектор. Майдон называется. И даже зонтик. Это у нас семейная мастерская Leaf & Color. И тут вот такие вот мишки, сашки. Какие-то малышки-савятки. Слоники такие красивые. Маленькие мумики. Такая вот красота. А тут, смотрите, из полимерной глины какие-то фантазийные животные. А это ватные игрушки. Человечки, зайчики. Смотрите, слоник со слоном. С шариком. И вот такие брошечки. Очень необычные. Глазки такие разноцветные. А тут у нас Ирина Иванченко. И вот такие вот валеные игрушечки. Смотрите, какие глаза выразительные. Очень красивые. Дед Мороз. Гномики разные. Это портрет прям собаки. И большие фигурки. Баба Яга. Елочка вот такая вот нарядная. Фигурочка. Рыжая такая солнышко. И домовой скотолку. Даже без домового. Конечно. Смотрите, какие шикарные мышки. Сейчас мы чуть посветлее сделаем. И мама с дочкой. И зайка. Такие тоже. И свечки. Вот целый дом. Шторы, обои. Вот такой вот мастер. Это у нас синий сектор. Приходите. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, секундочку. Смотрите, какой пчел. Это у нас Филиппова любовь. Смотрите, какие сумочки шикарные. И улыбается. И он с какой божьей коровкой, мишка. И с валеночкой. Очень красивые сумочки. И даже есть маленькие игрушечки. Они сваленные. Мягенькие. Очень красивые. Кукольная галерея в Ахтанов. Нас встречает ученый кот. Вот такой вот мишка на кресле. И котик с шариками. И с подушечкой. Разные мишки представлены. Ёлка украшенная вот такими красивыми яблоками. И вот такой вот медвежонок на кресле. С подружками. У них чаепитие. Буратино. И, конечно же, множество мишек Тедди. Еще один стенд. Смотрите, какие красивые зайчики. Все такое стильное, светлое. Зима в городе. Снутыречки разные. Лисички. Слонники. Маленькие, мишутые. А тут, смотрите, какой детский хор. Лежат, ждут своих хозяек. Да, идем с пятачком. Большой-большой секрет. Походим гостям по утрам. Тут поступает в область. Я поймаю. А сделайте брэк-данс еще. Класс. Друзья, это вот так вот называется. И Красный Сектор. Приходите на Тишинку со 2 по 4 декабря. Вот такие вот игрушки вас здесь ждут. Украшения из эпоксидной смолы. С натуральными растениями. Смотрите, какая красота. Подвесочки разные. Суслик. И суслик. Это у нас поляне. Разные брошки. Вот такие пушистики. И называется это Арт-Х. Желтый Сектор. И вот такие вот серьги. Красивые. Сейчас мы сфиксируемся. Вертолетки. Ага, с вертолетиками. Такие вот. В общем, всего много разного. Это кожаные брошки. Смотрите, а это кожаные брошки. Сейчас мы увидим. Мама, купи. Вот такая вот девушка. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина. Посмотрите, какую красоту делает Екатерина. Вообще, на самом деле, я вам расскажу секрет маленький. Екатерина вяжет. У меня один сын. У Ани две девочки. И она делает куколок. У нее совершенно нереально потрясающе. Сейчас мы их поближе посмотрим. Смотрите, какой заяк. Есть болтушки, есть у родителей секретов. Если у игрушки или куклы нет оттанка, значит, она ничего никому не разболтает. Отлично. А есть болтушки, с которыми нужно поболтать. Каждому своя подружка. Сейчас нам Екатерина покажет своих пальчиковых куколок. Можно обыграть любой праздник, любой утренник, любое выходное. Разнообразить. Сделать его более увлекательным. Заранее раздать роли, выбрать сказку, чтобы пришли уже все подготовленные. Потом, когда все пришли, те, кто не задействован в спектакле, держат у нас антураж. Наши кулисы, наши фоны. Это русская печка. Да. И в ней есть открытый огонь. Покажите, пожалуйста. Обязательно. С техника безопасности нужно ознакомиться, как обращаться с русской печью, где открытый огонь совершенно действует. То есть он во всей своей красе печет нам пирожки или колобки. А еще можно открыть дверку в домике. Можно открыть дверку. Можно зашторить шторочки, если это необходимо. Вот как красиво. То есть все это функционально. И плюс к этому в игровой форме учимся общаться с петельками, пуговичи с петелькой. Шнуровка внутри есть, липучки, клепки. И все, что вызывает трудности и неприятности в общении у малыша река с одеждой. То есть и играете, и развлекаетесь, и обучаетесь. И репка. Репка. Там на самом деле очень много персонажей. Колобок, теремок, репка, курочка-ряба. А еще у нас есть маленькие книжечки. Есть времена года. Это самая маленькая книжка. Преимущество в том, что все детальки на резиночках ничего не скушается, ничего не потеряется. Когда посев, когда сбор урожая, когда снежинки на ветвях лежат, когда у нас радуга. Все такие явления, которые ассоциируются с каким-то временем года. Плюс к этому, опять же, липучка, пуговица классическая, клепочка, клепочка, шнуровка, карабинчик. Учитесь общаться с одеждой. Можно сделать петельку на рюкзак, на комбинезон, на коляску, на кроватку. Можно взять с собой и положить даже в рюкзачок в малый шарик. Все свое, ношу сам. Правильно. Это самостоятельность. Есть вот такие вот более уже для постарше деток развивайки. Хороши чем. Здесь уже идут задачки на логику. Каждую пуговичку нужно одеть, петелечку, каждую снять. Потом нужно найти запасики для ежика. А где же они могут быть? А скорее всего, они спрятаны в кармашке. Ого! Опять делаем клепочку, пристегиваем. Липучечку и пуговичку. Здесь резиночки, которые очень приятно массируют нам пальчики. Шнуровка. Учимся в игровой форме зашнуровывать и делать бантик. Самый сложный для деток развивайка. Жужа, жужжит. Крылышками шуршит. Шипящий, жужжащий. И проговариваете. Чтобы малышарик смотрел, как вы это говорите. И пытался повторить правильно. Дальше что еще можно сделать? Можно перепутать панцирь нашим черепашкам. И потом найти пару. По цвету, либо по геометрической фигуре. Любимые счеты. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Катерина нам рассказала по своей игрушке. И после этого мы все должны закричать. Мама, купи! И приходим в Желтый Сектор на Тишинку со 2 по 4 декабря. Ждем вас. Приходите. Как это называется штука? Старославянская игрушка называется Ручеек. Из нее можно делать очень много всего интересного. На самом деле никаких секретов нет. Магнитов нет. Есть только сила притяжения. И немножко инженерии. Самое простое из того, что она умеет. Потом мы немножко усложняем. Можно иментировать движения настоящей смены. Можно развивать право-левое полушарие. Делать, например, так. Попробовать не рабочей рукой. Я правша. Собрать. Без помощи тела. Такую гармошечку. Я опытный боец. У меня это получается быстро. На самом деле это все не так просто. Можете пока потренироваться. Не помогай себе. Только держать вот так. Это здесь и смесло. Раз, раз. Да, да. Раз. Оп. И собрали. Что еще умеет нас делать ручеек? Можно сделать следующее. Рассказать целую историю. Написать свою, конечно, историю. Это моя. Ну, ее можно брать. Заимствовать. Жил был дракон. И тогда дракон решил напугать человека. Скучно ему было. Решил дракон напугать человека. Вот такой он нашел человечек. Нашками болтал, жизнь радовалась. Пока его не напугал дракон. Тогда он решил построить себе укрытие. Дом. И в доме было все прекрасно. И дракон уже нам не был не страшен. Но человек был одиноко. И тогда человек зовет себя друга. Не жену? Нет, пока друга. И собака была верным ему другом. Предупреждала, когда прилетает дракон. Ну, чего-то все равно человеку не хватало. И тогда он приручил коня. Долго-долго скакал по лесам и полям. Пока не нашел свою семью, привел в построенный дом. Устроил большой-большой праздник. Светила радуга. Всегда была хорошая погода. А еще прилетали бабочки. И на своих крылышках приносили счастье. И никаких змеев под колодных в этой сказке не было. Вообще игрушка состоит из семи секций. Что созвучно слову семья. Это очень важное слово. А еще здесь заключены, например, семь секций, что для нас значит. Это семь цветов радуги, семь дней недели, семь нот. То есть, правила семьи окружают нас во всем. Если дома, например, взять краски, либо маркер, подписать здесь цвета. Или дни недели также ассоциировать их просто. Каждый цвет. В понедельник это красный. Во вторник все попроще, желтенькое. В среду уже все еще проще. А выходные там вообще прекрасные цвета. Синий, фиолетовый и голубой. В общем, все фиолетовые. Ну, в общем, там более такие приятные, лояльные цвета для отдыха. Поэтому игрушка очень классная. И объясняет, что в школе не обязательно могут быть одни оценки. Скукотиться. Это может быть интересно. Физика может быть увлекательна. Поэтому вдохновляйтесь, впечатляйтесь. Воображайте. Благодарим Екатерину за такую интересную историю. Приходите. Еще раз напоминаю. Называется «Мама, купи». А Сергей у нас смог собрать и разобрать тоже смейка-ручеек. Смейка-ручеек. Здравствуйте. Это у нас Елена Еремеева. Расскажите, пожалуйста, про свои шары. Кажется, это техника кимикоми, да? Вы абсолютно правы. Это техника кимикоми. В этой технике сделаны не только шары, но и все, что вы видите. И зайцы, и кошки. А, теперь вижу. И мюдведи. Если сами японцы декорируют дерево шелком, то я занимаюсь декорацией пенопластовой формы. Сами режете? Любыми тканями. Нет, я считаю, что готовые формы берутся. А это какой-то велюк, да, Октяна? Это все бархат. Бархат. Шикарные работы. Смотрите, как красиво можно сделать новогодние шары с кошечками. Я бы их даже позиционировала, как интерьерные шары. Интерьерные шары, спасибо большое. Жалко, мне через неделю это все прятать. Вот такие вот красивые шарики разные. Это тоже велюр, кажется, да? Бархат. Вот такие они нарядные. И все это в технике кимикоми. Очень красиво сделано. Вот такие зайчики, тоже готовые формы. Режете, как вам нравится. Выбираете материал. Можно такую малюсечку сделать. Можно шкатулку задекорировать. Вот такая красота. Приходите на выставку. Это у нас «Синий сектор». Елена Еремеева. Выставка «Hello Teddy» со 2 по 4 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...